всем привет продолжаем знакомиться с интересными художниками сегодня я хочу немного рассказать то что я нашел о Фелисиене Робси это бельгийский художник символист качал его картины и вот сейчас зачитаю то что написано о нем в википедии в каких-то других изданиях которые нашел в интернете такой сборничек получилось родился в семью фабриканта еще когда учился в брюссельском университете начал публиковать в сатирических журналах политические карикатуры и скетчи на жанровые темы в духе дамье и гавар посещал мастерскую святого луки в брюсселе переезжает в париж и целиком отдается художественному творчеству пишет картины маслом но основная его сфера это графика рисунок и гравюра ропс совершенстве осваивает технику литографии афорта резцовую гравюру создает истампы оформляет книги делает изящные виньетки заставки сюжетные иллюстрации таким изданием как история кафе и кабаре парижа парижские гетеры а также книгами мюссе беранже и бодлер при этом он без устали рисует на улице в кафе на публичных балах закулисованных цирков у меня упорное желание изобразить как сцены так и типы этого 19 столетия стремление грубым наслаждением материальным заботам мелочным интересам все это наложило на большинство лиц современников зловещую маску мне это представляется забавным говорит фелисеен ропс однако типы этого столетия как он пишет ропса почти исключительно сводится к типу современной парижской женщины художник порой рисовал крестьянок в поле или даже молодую работца на фоне фабрики столба оклеенного призывами к стачке главная тема его совсем иная его героиня не трудится а демонстрирует свое чувственное очарование своей модели ропс брал из окружающей жизни жизни бульвара в кабарет цирка иногда светской гостиной изображенные им женщины полны жизненной энергии победной уверенности в себе и соединяет непосредственность и природную грацию откровенной влюблгарность при этом художник стремится создать символические образы олицетворения внеморального чисто телесного бытия без духовной чувственной красоты соблазна и зла филистин ропс приятель бодлера и современник своей эпохи течение всей своей жизни был певцом сатанизма женщины сатанизма ее чар и тело пишет гроба 1899 году русский художник искусствовед теоретик искусства ропс писал пейзажи они отличались широтой обобщенностью изображение природы свежестью насыщенного колорита художник был тесно связан с модернистским и символистическим движением его картинах ярко отражается философия символизма конца 19 века так написано в википедии филиссиан ропс был масоном состоял великом востоке бельгии в 1892 году зрение художника сильно ухудшилось и он умер в возрасте 65 лет кстати изображен на бельгийской почтовой марки 73 году и в заключение я бы хотел привести его слова я был рожден со склонностью ко всему тому что связано с физическими культами все чего боятся люди с их скромными телесными желаниями и их страхом перед откровенными ласками представлялась мне во времена моей юности простым естественным и прекрасным мужчина дарующие тело своей любимой все чудеса иного мира которые его род способен найти две женщины взаимно покрывающие себя поцелуями я считаю это самым прекрасным что может праздновать на земле перо или карандаш отсюда моя ненависть дуракам отсюда то искусство которое никто кроме меня не рискует реализовать ну вот и все смотрите картины сегодня мы познакомились с художником фелисиеном ропсом художником символистом из бельгии пока пока до свидания всего хорошего